я изначально замахнулся на очень большую тему нужно было ее разбить и выделить какой-то знаете нишу типа что важно в коммуникации с людьми но вот вам наверное точно покажется после моего доклада точно что у нас тут в продуктах какая-то церковь потому что все доклады такие очень знаете ну душевные я к сожалению пропустил первую часть поэтому я не знаю там наверняка тоже были душевные доклады но вот у нас какая-то слишком высокая концентрация их я бы хотел я вас очень сильно люблю вы моя большая семья мне радостно это говорить я действительно искренне очень ценю наше знакомство с этой большой семьей но вот ребята каждый по сути кого я слышал они говорили про такие штуки сложные штуки в работе и работа это не только там стол стул и прочее очень важная штука это коммуникация и для меня это не просто разговор или там типа трепания знаете просто потрепаться о чем-то коммуникации то все что мы по сути делаем кроме там супер технических штук я хотел бы чтобы у вас в работе было больше комфорта меньше стресса и чтобы вы получали от этого удовольствие что вы приходили на работу как к себе домой где ваше уютное место где вокруг вас хорошие близкие друзья которые вас подстрахуют и так далее с возрастом все больше и больше ты уходишь от того что ты там такой прикольный какой-то неформал там я вне работы такой весь обалденный у меня так много хобби и ты все больше и больше становишься профессионалом и специалистом своего дела и все больше и больше все меньше и меньше у тебя становится друзей и все больше и больше остается ребят вот именно на работе короче говоря которые с тобой каждый день это твои боевые собратья ну как то так я их назову короче говоря я быстро постараюсь пробежать потому что тема реально очень большая и я не все выделил в нее но некоторые штуки хотел бы вам донести первое это по поводу отношения к людей и у многих есть проблемы все люди которые работают в менеджменте короче говоря я сейчас буду говорить очень много субъективного и может быть я переступлю какие-то границы там неправильно что-то скажу с точки зрения сойлер как и чар-специалиста но я хотел бы чтобы вам было комфортно поэтому первое у меня есть такое утверждение в которое я очень сильно практически свято верю если ты ненавидишь людей тебе нет места в менеджменте если ты не любишь людей если ты как эта злобленность такая тебя люди достали все те раздражает в людях тебе нет места в менеджменте к сожалению нужно работать над этим я понимаю что вот по итогу этого доклада мне многие интроверты скажут ну и тебе говорить просто ты ты такой типа постоянно разговариваешь тебе просто на самом деле ребята я вам могу очень много примеров показать таких людей программистов видных деятелей которые становились из программистов в том числе и открытыми социальными искренними любящими говорящими об этом людьми но не буду просто поверьте в то что это просто сделать и это не просто сделать но это можно сделать но все начинается с того кто такие люди и почему они важны вот найдите для себя ответы на вопросы кто такие люди и почему они ценнее всего что есть в нашей жизни если вы это поймете вы начнете ценить немножко больше ваших коллег ваших друзей и так далее но еще с чего нужно начать это с себя и сделать из себя я я это называю такой типа дырявая личность знаете когда меня выплюнула школы потом меня забрал университет выплюнул университет я еще не сформировался не закрыл все свои комплексы страхи всю вот эту фигню и начиная наслаивать на себя профессионально первое с чего все начинается сделайте из себя личность и потом люди потянутся к вам вам не нужно выходить не в какой там супер активный поиск там привет я ищу друзей не нужно так делать и они сами найдутся в вашей жизни если все будет ок с вами всегда работайте над собой борите каждый день свои слабости и страхи пусть это будет знаете как такой маленький челлендж вы боитесь там паучков но блин переступите через это как-то разберитесь с этим вы взрослые уже боитесь темноты общаться с людьми что-то делать начинать сложные задачи типа начните это делать и делайте 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 и еще если вам интересна эта тема коммуникации и если вы хотите в ней преуспеть ну будьте типа конформистом если у вас очень много дредов если вы хотите быть отшельником вам не получится общаться с людьми вы не понимаете законы по которым живут люди и не сможете этого понять поэтому будьте ближе к людям и поймите что ладно короче говоря это сложно и долго перейдем к следующему позиционирование нужно понимать природу вещей и вот часто я встречаю такую ситуацию она скрытой никто не скажет этот вопрос открыто типа почему бизнес думает только деньгах почему клиенты агрессивны почему люди думают только себе как не относиться после этого всего к людям вот эти вопросы часто знаете они нас немножко депрессирует скажу так но есть две хороших книги которые я советую прочитать первое про бизнеса вторая даже не книга это такой короткий конспект черная книга менеджера многие они знают но даже если вы не знаете я не знаю я советую читать каждый год если у вас есть проблемы восприятия бизнеса руководство того как устроены процессы что это антикармично как-то анти духовно прочитайте эту книгу во первых эту книгу во вторых есть еще другая книга который вам поможет в принципе в социальной жизни это роберт гловер хватит быть славным парнем это очень крутая книга для всех добрых ребят у которых есть очень много проблем знаете когда я отдаю другим а потом не получаю расстраиваюсь от этого прочитайте эту книгу этот человек он или психолог или психотерапевт я честно говоря не так хорошо как сойер лена разбираясь в этом во всем он наблюдал за собой за своими клиентами и написал такую крутую книгу про то что как нужно относиться к людям как нужно воспринимать очень многие жизненные процессы чтобы не расстраиваться не унывать и находить силы двигаться дальше отвечу теперь быстро очень сильно вот эти четыре главных вопроса это мои ответы и в нашей жизни мы постоянно знаете ищем какую-то позицию позицию вот ребята вот почему мне понравилось то что рассказывал там женила то олег лена это позиции которые можно принять вы потом можете их отвергнуть и найти какую-то новую позицию но для себя я нашел такие ответы что бизнесу нужны деньги потому что это энергия это возможности вот и все нет никакой там супер глубокой духовности и прочего если есть возможности и энергии мы можем что-то создавать клиенты не агрессивны это обычная природа поведения клиентов и бизнеса бизнес хочет получить максимум для себя поэтому не обижайтесь на то что ваши клиенты чего-то хотят просто поймите что это их задача воспринимать их как детей когда ребенок там вот я часто говорю об этом примере когда ребенок подбегает и бьет вас по коленке с ноги вы не бьете его не втаптываете его ну просто в кровь да потому что вы понимаете это ребенок все ок то же самое с клиентами они заботятся о своем бизнесе и нападки на вас это не на вас нападки а желание помочь своему бизнесу просто поймите это и после этого будет немножко проще относиться ну а к людям и как относиться к людям как себя воспринимать в общем это немножко более сложная тема но почитайте книгу как быть славным парнем как перестать быть славным парнем помните если вы теперь переходим ближе к сути доклада а есть такая формула удовлетворенности знаете я люблю находить рационально во всем поэтому для меня когда-то эта статья очень понравилась и многие знают удовлетворенность или в оригинальной статье было счастье равно реальность минус ожидания чем больше мы чего-то ожидаем я пойду на звездные войны и там будет все что я люблю и хочу увидеть потом вы приходите а там не было голых женщин допустим и вы такие о блин ну плохие звездные войны если вы не строите супер высоких ожиданий и реальность выше или больше чем то что вы ожидали все будет круто и рекомендую прочитать вот эту статью она очень странно называется она называется если вам 25 я я очень долго искал но конечно же не по таким словам мега у мегаплана на блоге статья если вам 25 там про девочку люси и про новое поколение но вы найдете там очень много инфы которая откликнется вас и нужно это понимать для чего в общении с людьми важно понимать чего хочет другой человек и как дать это ему и на что он рассчитывает вот если вы знаете эту формулу вы знаете как по сути удовлетворить другого человека ну в хорошем смысле корпоративном теперь по поводу очень сложной темы я написал пробуди внутреннего себя не пропускай важно и будь проактивным в общении короче говоря мне надо еще и ускориться очень сильно есть проблема мы во внутренней коммуникации я даже не знаю что важнее внешняя коммуникация вне компании или внутри компании очень важно говорить и очень многие из вас не пользуются этим я не буду говорить даром господнем но но вы поняли инструментом скажем так инструментом очень многие люди не говорят очень многие люди не раскрывают свои мысли они не хотят объясняться там то ну ладно появился вопрос вы сидите на каком-то совещании собрании или говорите с коллегой у вас появился в голове вопрос вы его не задали там там ну ладно потом узнаю нифига ну не пропускайте эти моменты задавайте сразу же что-то не поняли задайте проверочный вопрос и не не упускайте суть там боишься чего-то или хочешь чего-то дополнительного говори об этом это то о чем говорила лена не ждите от извини за цитирование не ждите какого-то того что кто-то что-то увидит или поймет есть классный закон люди не знают того чего вы не сказали вот помните об этом пока вы чего-то не сказали никто не будет за вас догадываться выразите свою мысль ясно и скажите об этом открыто и вы увидите как жить намного проще и работать намного проще ну и проще такое остальное будем ускоряться еще есть очень большая штука которая нас обременяет и создает преграды со стороны другие кажется круче об этом опять же мы говорили с олегом гела я не смогу так как он они серьезные чуваки они намного круче чем я у них серьезная компания у меня не получится так же у меня получится хуже и прочее это постоянное оценочное сравнение мы постоянно себя сравниваем с кем-то другим там у это такие серьезные ребята из другой компании наверно они очень крутые нифига все люди одинаковые спас спас своей на сущности и если вы увидите потом когда мы получаем больше опыта мы видим что блин у этих ребят похуже чем у нас у этих ребят нет таких порядков у этих ребят нет чего-то поэтому не думайте не сравнивайте просто типа делайте для своих целей а не для того чтобы сравнивать себя с другими и есть хорошая статья если вы ощущаете такую проблему у себя потому что у меня допустим она есть она есть у очень многих и мы опять же все одинаковые как интеллект мешает добиться успеха обалденная статья про то что люди думающие очень часто осекается что-то делать они как бы стремаются это делать поскольку есть очень много аналитики а нужно просто начать делать так вы начнете создавать сделайте людей своим хобби и союзниками будь позитивным заряжай эмоциями настроением это все возвращается к тебе на работе или в семье или в среди друзей создай свою личную сеть у людей есть знания и ресурсы ну блин здесь все понятно вроде как помогай и помощь вернется к тебе не сразу навернется не будьте скупыми на время на какие-то штуки и вот допустим кто-то может сказать кому я отказал в зале если вы обращались ко мне с каким-то вопросом я сказал не чувак иди нафиг у меня нет времени а кому то я вообще помогал ну давайте так о ну ладно там есть пару человек хорошо в общем я всегда рад помочь своим коллегам и друзьям потому что опять же вы моя семья я рад помогать поскольку понимаю что это поможет и мне в том числе но я не думаю об этой рациональной части просто помните что это вернется не бойся контактировать инициируй общение качай скил если у вас есть проблемы в коммуникации у меня есть такая игра небольшая когда прихожу в супермаркет вижу грустную кассиршу я люблю короче говоря диаметрально менять настроение людей если я вижу грустного убитого человека я хочу вызвать в нем искреннюю улыбку и этим я прокачиваю немножко свой скил обратного я не делаю если что но 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 коммуникация дает вам и такие инструменты но понятное дело что это черная сторона силы теперь два хента ребят быстро очень ты всегда равный участник переговоров вы потом если что сможете скачать эту презу или там где-то достать помните о том что когда вы с кем-то общаетесь разговор не заканчивается пока вы это не решите это вам очень сильно поможет во внутренних во внешних ладно во внешних намного меньше и не делать этого с клиентами но внутренние переговоры чаще всего мы страдаем из-за того что мы допускаем сами это мы говорим да или ну ладно пусть будет а потом блин нафига сразу обсудите это и скажите что есть проблемы я не очень верю я не очень вот есть такая проблема и другой человек вам поможет но не пропускайте типа будьте проактивными в общении джим кэмп сначала скажи нет очень крутая книга и для менеджеров и не только и самый главный хинт по поводу коммуникации как видите есть только два правила по сути первое есть одно правило вот это если ты не достаточно за мотивирован то ты не нифига не добьешься какими бы ты супер методиками не обладал ты просто тебе будет впадло это делать если у тебя нет мотивации добиться какой-то цели в коммуникации вот в текущей там или сделать какую-то продажу то ты ее не сделаешь вот и все если есть мотивация то ты будешь искать сам эти методы если не хочешь по-настоящему не сможешь и вот здесь вот я наверное из-за букв плохо видно но у меня есть такая антигуманная супер плохая супер ну всячески негативная штука для проверки мотивации и достижимости цели если бы от результата зависела чья-то жизнь ты бы смог его добиться если ответ да то задача выполнима и вопрос только в вашем желании и в мотивации если задача выполнима ответь на вопрос почему ты ее не делал и если с мотивацией все ок и с желанием ок ты будешь делать эту задачу ты там выполнишь ее ты пойдешь на страшные переговоры ты позвонишь очень злому человеку ты будешь делать то что раньше не делала не знаешь ну не имеешь никаких скиллов и так далее в общем вот это самая главная наверное штука если у вас нет мотивации вы не в коммуникации ни в каких технологичных штуках ни в чем не добьетесь ничего если есть мотивация если вы понимаете зачем это вам важно то делать это если нет не паразитируйте а опять же говорите со своим руководством и дело за малым закрывая волнение гештальты направляя энергию в решение если вы нервничаете если вы переживаете вот эту негативную свою энергию направьте в решение вопроса помните о том что агрессия и злоба это слабость когда мы когда когда в комнате ну опять же такой из простых примеров когда в комнате темно я не расстраиваюсь из-за того что в комнате темно блин темно в комнате я просто встаю и включая свет у меня нет никаких эмоций я расстраиваюсь и станут становлюсь злым и так далее только когда я не могу повлиять на ситуацию так вот если возникла какая-то вот такая плохая вас эмоция направьте эту энергию не в то что вы там поговорите с другими людьми блин как плохо вот за гаражами как олег говорил а направьте эту энергию которая возникла в решение все все ок вы повлияли на эту ситуацию не горите научитесь снимать напряжение это важно но сложно и я здесь не дам никаких рецептов просто научитесь там отдыхать за выходные и прочее будь взрослым и проси о помощи если она тебе нужна это очень важно короче говоря не обламливайтесь писать своим коллегам посмотрите как как нас много здесь и подумайте о том если бы вот допустим моя тема коммуникации вам нужно было коммуницировать с кем-то если были очень важные переговоры почему вы не позвали допустим на встречу креза супермастеров коммуникации там айса и прочих вы даже не пробовали этого начните просить о помощи и у вас появится там информация знания и прочее и вы всегда можете написать мне и мы с вами продолжим обсуждение я всегда открыт и рад помочь любому из вас как минимум у вас есть я чтобы помочь вам достижение этих целей короче спасибо ребята у меня тоже есть майка я ее подарю человеку к которому я по сути очень сильно типа благодарен и я рад как раз общаться на такие темы я понимаю что они вкатывают немножко сложнее чем как написать корректный заголовок для письма блин но я реально хочу чтобы у вас все получалось и вот моим большим советчиком таким корпоративным мудрецом является гела которому я хочу подарить эту майку спасибо ему большое спасибо